Казахстанцы, ожидающие очередь на получение льготного автокредита, должны заново подать заявки. Их начнут принимать сегодня во второй половине дня. К слову, несмотря на то, что новую программу льготного автокредитования обещали запустить сегодня, надежда казахстанцев приобрести машину по льготным условиям не оправдалась с самого утра. Очередники, атаковавшие автосалоны в недоумении, ситуацию прокомментировали на специальной пресс-конференции. Как заявил замглавы фонда развития промышленности Ренат Гопаров, пока что финансирование получил только один банк. Остальные три присоединятся чуть позже, сейчас они проходят корпоративные процедуры, которые должны завершиться к концу недели. Тем временем, вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анна Армакашева призвала казахстанцев не паниковать. Она заявила, что программа будет работать прозрачно. Представитель АК позвучила подробный алгоритм получения льготного автокредита. Сначала нужно прийти в автосалон, выбрать автомобиль. Потом, если автомобиль будет в наличии, потребителю дадут счет на оплату с указанием ВИН-кода этого автомобиля, чтобы потом потребитель смог пойти в банк второго уровня и подать заявку уже по программе льготного кредитования. После того, как банк сделает одобрение, выпустит гарантийное письмо, отдаст его потребителю, начинается процедура оформления транспортного средства. Необходимо будет поставить транспортное средство на учет. Для этого тоже есть определенный перечень документов. На сайте ЕГОВ этот весь перечень документов есть. Отметим, на реализацию программы выделено 100 миллиардов тенге. По ее условиям, любой казахстанец может приобрести авто под 4%. Сумма выдачи кредита не более 10 миллионов тенге сроком до 7 лет. Первоначальный взнос 0%, однако общая стоимость автомобиля не должна превышать 15 миллионов тенге.